По поводу судьбы поликлиник, сейчас идет повальная такая борьба, не могли бы вы дать комментарий по поводу развития событий дальнейшего. Вы имеете ввиду именно этих поликлиник, 5-й детской инфекционной учреждения? Да, частный. Учреждение работает, работает оба поликлинических отделения, и на улице Комсомольской, и на Лужской, то есть Комсомольской 28, и на Московской. Поэтому деятельность учреждения возобновлена, практически все службы работают, то помещение, часть помещения, которые на сегодняшний день имеют повреждения с протечками со всеми, оно отгорожено, отсечено, посещение или проход через это помещение невозможен, то есть это сделали ограничительные предприятия, и как только сейчас оставляется смета на проведение ремонтных работ, у нас, безусловно, задерживает ремонт крыши. Задерживает, потому что погодные условия на сегодняшний день не позволяют это выполнять. А вот по поводу поликлиники Комсомольской, там сейчас все специалисты принимают, которые были? Которые были, да, за исключением хирурга сейчас. За исключением хирурга, но хирург есть в третьей поликлинике, и как только будет принять специалист, соответственно, возобновит работу этот специалист. То есть он сейчас только на Московском? Да, сегодня 7 специалистов работают узких. Практически не меньше, чем было в этой поликлинике до момента реагализации. Я имею в виду слияние двух больниц. Да, я поняла. И еще один момент такой вот сейчас. Мамочки Лолжского района борются за то, чтобы вернуть 6-й инфекционную поликлинику обратно в то здание, в котором она была. Вот по этому поводу еще. Значит, больница 6-я детская инфекционная была предназначена для детей с новинстептическими инфекциями перинатального периода. И далее там вводили еще норму такую до трехмесячного возраста. Значит, на сегодняшний день мы видим, что заболеваемость детей, заболеваемость этими инфекциями сократилась в разы. И мы даже оптимизировали койки в течение ряда лет. У нас сократилось значительное количество инфекционных койок по области, потому что просто они пустовали. И это же происходило и большинство инфекционной полиции. Несмотря на уменьшение количества койок, койки работали с нагрузкой менее чем половины. Поэтому мы рассмотрели возможность реорганизации, то есть эффективное использование всех ресурсов учреждений. И на территории 5-й детской инфекционной полиции такие помещения были выделены. Мы предварительно это все оценили. И, соответственно, ни один день, ни один ребенок не остался без помощи на сегодняшний день. Спасибо вам за комментарий. Спасибо.